В Армении всячески пытаются вытравить следы этнической группы, которая составляла большинство населения Еревани, во всяком случае, на момент взятия Еревани войсками генерала Паскевича. Вообще-то, Эреванская крепость была основана еще Османской империей в 1582-1883 году, затем в 1604 году она перешла под контроль Шаха Аббаса, это азербайджанский правитель Ирана. Она переходила из рук в руки, но с 1747 года она становится центром Эреванского ханства, а главной достопримечательностью Эревани вплоть до 1914 года был знаменитый Сардарский дворец. Это было удивительное произведение искусства, по некоторым данным он был возведен в 1600-е годы богатырем Арузом и его сыновьями Зохрабом и Фарамозом. Его последняя перестройка датировалась 1798 годом и осуществлялась Махмуд ханом, сыном Гусейна Али хана, хана Эревани, Сардара Эревани. После взятия Эревани войсками генерала Паскевича силами офицерского корпуса в этом дворце ставится впервые комедия «Горе от ума» Александра Сергеевича Грибоедова в присутствии самого автора, а дальше дворец начинает приходить в постепенное, так сказать, запустение. И в 1850-е годы осуществляется его последняя реставрация, причем это была такая частная инициатива, Мирзы Кадыма Эревани. Этого человека считают основоположником азербайджанской станковой живописи, потому что именно он распишет интерьеры дворца четырьмя портретами персидского шаха Фетали шаха, Аббаса Мирзы, Хусейна Али хана Каджара и мифического героя Рустама Зала. В последующие десятилетия дворец просто ветшал, разрушался на глазах, когда не пройдет и 20 лет, и дворец Сардара будет попросту снесен, уничтожен. А на его месте уже в советское время архитектор Исраилян возводит здание винно-водочно-коньячного завода Арарат. К сведениям любителей этого напитка, каждый раз, когда вы пьете этот коньяк, знаете, что его разливали на руинах бывшего дворца Сардара, а рядом с ним сейчас находится площадь России. Так вот, когда ее открывали, бывший президент Армении Серж Шархсян, впоследствии свергнутый, принимая президента Российской Федерации Дмитрия Медведева, с академической миной на неакадемическом лице заявлял, что на этом месте когда-то находился дворец, где было поставлено горе от ума в присутствии Игоря Боедова. Символично, что здесь совсем рядом когда-то находилась Ириванская крепость, история которой отображает всю широту армяно-российских отношений. Ведь эта крепость, на которой русское знамя впервые взвелось 1 октября 1827 года, и где стоял русский гарнизон генерала Паскевича, являлось также и местом, где впервые была поставлена бессмертная комедия Григоедова «Горе от ума» в присутствии автора. И ни у кого не возникает вопроса, а где этот дворец сейчас? А кем был возведен этот дворец? Понимаете, если проследить нашу не столь давнюю историю, то претензию азербайджанцев может быть не меньше на территории нынешней Армении, ибо это была земля исконного проживания азербайджанцев. Но сегодняшний Азербайджан не претендует на территории Армении. Если вы посмотрите на топонимику армянских городов, то за каждым из них вы увидите тюркское название. Например, Ванадзор в прошлом, Кировакан до 1935 года, Гора Кельсе, Черная крепость. Варденис до 1969 года, Басар Кечар. А Иджеван до 1951 года, Керван Сарай. То есть шло повальное изменение, так сказать, фальсификация, топонимики и всего. И нам более чем достаточно аргументов мы имеем для того, чтобы сегодня предъявить руководство Армении. Но мы уважаем международно признанные границы. Республика Армения — это республика Армения. Но территории Азербайджана, признанные международным сообществом как неотъемлемая часть нашей страны, должны вновь вернуться под азербайджанский контроль. Вы знаете, вскоре после присоединения Риванского и Нахичеванского ханств на их территориях была образована так называемая Армянская область. В 1828 году, который через 12 лет само же российское правительство упразднит, включив впоследствии Еревань и Нахичевань в состав Ереванской губернии, которая будет создана в 1849 году. А в 1901 году главноначальствующий Кавказской администрации князь Григорий Сергеевич Голицын, один из ярчайших представителей российской администрации, докладывает императору Николаю I о том, что на момент присоединения Южного Кавказа или Закавказья к России в регионе проживало 45 тысяч армян в 1827 год. К 1901 году количество армян переваливает за полтора миллиона. Каким образом? Это же люди, это не приплод. Понимаете, и столь бурный рост армянского населения в такой непродолжительный исторический период мог осуществляться только одним способом – массовым переселением армян. «Из Персии и Турции в пределы Российской империи». И об этом свидетельствует издание дореволюционного периода. Так, например, записки Сергея Глинки. Они так и именуются «Описание переселения армян адербайджанских», потому что Адербайджан – это была одна из провинций Ирана, это Южный Азербайджан, «В пределы Российской империи». Книга, вы знаете, очень позитивно настроена в отношении армян. О них пишут как о, так сказать, соратниках русификации края, о людях, содействующих покорению региона России. Но это произведение важно тем, что оно описывает процесс переселения армян в пределы Российской империи. Кстати, вот если взглянуть сегодня на карту Азербайджана, это очень небольшая страна с территорией 86 тысяч квадратных километров и населением около 10 миллионов, так вот в Иране по самым скромным оценочным данным проживает от 25 до 30 миллионов азербайджанцев. То есть то, что мы сегодня знаем как независимый Азербайджан – это те азербайджанские ханства – Бакинская, Кубинская, Шамахинская, Линкаранская, Карабахская, Гянджинская, которые вошли в состав Российской империи – Нахчеванская, Риванская – в результате двух русско-персидских войн. Некоторые ханства сопротивлялись. Гянджа сопротивлялась до последнего. Генерал Цицианов, убив, так сказать, взяв Гянджу, хоронит убитого хана Гянджи, Риватхана, со всеми почтями. Но тот же самый генерал Цицианов в 1904 году не смог взять Риванской крепости. А вот Карабахское ханство в 1805 году входит добровольно по Кюрикчайскому договору, который подписывает Ибрагим Халил хан Карабахский, последний Карабахский хан, с тем самым Павлом Дмитриевичем Цициановым, генералом от инфантерии, который обещал сохранить за Ибрагим ханом его ханские полномочия. Но не пройдет и годы, как Ибрагим хан будет убит при довольно загадочных обстоятельствах. А после Гюллистанского договора 1813 года и особенности после Туркменчайского договора 1828 года, когда вошли еще и Нахичеванское с Карабахским ханством, проводится граница между Россией и Персией, Российской империей и Персией. Это сейчас граница между нами и Ираном. В советское время это была граница между Советским Союзом и Ираном, наглухо закрытая с советской стороны. Почему? А потому что эта граница рассекла азербайджанцев. Это как берлинская стена. Пограничная река Аракс, Араз, это своего рода берлинская стена в азербайджанском сознании, в азербайджанской поэзии, но она абсолютно не влияет на трезвость и здравость азербайджанского политического истеблишера. Мы не претендуем на эти земли. Но понимая, что эта граница проводится искусственно, российская администрация стремилась заселить армян вдоль границы, чтобы создать этакий армянский буфер между азербайджанцами на севере и азербайджанцами на юге. Таким образом, переселяется свыше 80 тысяч армян из Персии, 40 тысяч армян из Турции. Их планировали заселить вдоль реки Аракс, но армяне требуют лучшие земли. Им предоставляют карабахские земли, Швейцария, рай. Это происходит в бытность послом России в Персии Александра Сергеевича Грибоедова, который в одной из докладных записок пишет, «Мы немало рассуждали о внушениях, которые должно делать мусульманам, то бишь азербайджанцам, чтобы примирить их с их нынешним отягощением, которое не будет долговременно, и искоренить в них опасения насчет того, что армяне навсегда завладеют землями, куда их первый раз пустили. 1828 год. Произошло все с точностью до наоборот». Но в времена Российской империи не было понятия Армения. Армянская область была упразднена, на смену ей приходят губернии, Армянская с значительным азербайджанским населением, затем Елизаветпольская, Гянджинская, куда входил Карабах. Кстати, отмечу, что тот самый Карабах, состав вот той псевдоисторической армянской области, которая была образована с 1828 по 1840 год, не входил. Карабах входил в состав Елизаветпольской губернии, так называлась Гянджа в российское время. Так вот, в составе этих губерний, Бакинской, Елизаветпольской, Тифлиской, Кутаисской, Риванской, мы просуществуем до 1917 года. Распад Российской империи, политический хаос, но из этого хаоса возникают три республики, азербайджанская, армянская и грузинская. И опять войны. В том же Карабахе, в том же Зангизури, в той же Нахичеване. В результате регионом завладевает 11-я Красная армия, взявшая в апреле 1920 года Баку, а далее двинувшаяся в Армению и установившая советскую власть в 1921 году в Грузии. Так вот, в мае 2020 года Анастас Микоян пишет весьма интересную записку Ленину, в которой говорится, «Дашнаки, враги советской власти, тогдашнее правительство Армении, еще не советизированной, всячески пытаются отторгнуть Карабаху Азербайджана и присоединить его к Армении, но для армян Карабаха сие означало бы потерять свою связь с Баку, источником их жизни, и связаться с Ириванию, с которой они никогда и ничем не были связаны». Это писал Анастас Иванович Микоян, которого сложно заподозрить в проазербайджанских симпатиях, но логика была абсолютно понятной. Невозможно присоединить к Армении территории, которая даже с ней не граничит. Ведь для того, чтобы обеспечить выход к Нагорному Карабаху, армянским вооруженным силам пришлось завоевывать азербайджанские районы – Лачинский, Кельбаджарский, Зангеландский, Кубатлинский. А население этих районов, как азербайджанское, так и курдское, было жесточайшим образом изгнано из мест, где на протяжении веков проживали их предки. Спасибо за просмотр! Поставьте лайк! И если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь! Субтитры создавал DimaTorzok